Китайская колонка Китайская колонка ACV8W Почему-то здесь маркером восьмерка сделана Овечные динамики типа экстрадные Так быстро, наглядно покажу Потому что в принципе их не видите Они направлением на широкую полосу у них вот такая штучка есть если видите это намек на широкополосность потом у них спененный спененный подвес поэтому ход и бас должен у этого быть должен быть у данного динамика ничуть не хуже и 110 ватт принципе я думаю достаточно будет за глаза а так обычный динамик что штампованная корзина ничего супер и сверхъестественного нету в комплекте только болтики также нашел на помойке twitter скорее всего это джебель бывший куда не туда показываю скорее всего это судя по этой наклейке это бывший джебель ну реально с помойки хочу его добавить и думаю не знаю оставить или не оставить вот здесь вот есть пищалка рупорного типа подумаю оставлю не оставлю я уже ее разбирал принципе видел что там есть поэтому покажу и вот здесь вот два находятся два фазоинвертора как я считаю не скорее всего посчитаны неправильно они нафиг тут не нужны поэтому я их заглушу полностью зашумлю корпус и проклею внутри еще с пленом чтобы он как бы демпфировал и было типа типа в сабвуферы сентепон пихают типа для увеличения объема я думаю сплен плюс-минус также будут работать и плюс сгладить возможно какие-то еще шумы пластмассовая коробка так и чё еще хотел хочу включить до того как я что-то сделал поменял хочу включить сейчас песню без авторских прав громкость звука 40 на зарядке стоит эквалайзеры все выключены в ноль из 20 ну пускай минутку поиграет я потом нарежу вам как да и как после играла вы уж там оцените есть смысл разбирать менять что-то дорабатывать давайте причем она . да и следующее дальше уже вы услышите после а сейчас во всем процессе я покажу что буду делать разберу покажу что внутри ну давайте сразу не отходя от кассы я вам покажу какой здесь бог питания я уже посмотрел чисто не отходя от кассы здесь вот такой аккумулятор стоит за это у кого мопед был не достали его приклеим так ну давайте начнем здесь вот такая на него маркировка а вот вот видите а джем в ролл амбетари если заметите здесь чуть больше пространства можно поставить аккумулятор больше либо поставить его вообще вот такой вот скорее всего такие аккумуляторы тоже есть и будут емкости намного больше чем сейчас но судя что они стоят 1000 рублей ну такой максимум будет стоить я думаю 2000 рублей не дороже здесь я хотел бы остановиться посмотреть что внутри вот слева мы видим рупор далее два динамика 20 сантиметровых с неплохими магнитами и бог бог 220 бог питания на идет на зарядку и идет на управление во внутрь питания ну и принципе все емкость вот пустой корпус два фазоинвертора в один как раз встает рупор второй я заглушу канализационной заглушкой штатный рупор я тоже оставлю пусть будет вот так вот выглядит корпус после шумоизоляции вибро точнее изоляции и сверху еще буду клеить сплен все проказано кусочками по два с половиной три сантиметра потому что ребра жесткости не дают по-другому клеить поэтому пришлось нарезать тонкими полосками вот хочу показать для сравнения магниты это у нас это у нас так сказать штатными басы магнит скажу чуть больше но я думаю особо роли не сыграют все-таки спиннинг подвес и высокочастотная эта штучка пластиковая они будут все равно лучше играть чем на такой динамик я предполагаю могу ошибаться конечно и за счет во первых здесь чуйка больше чем на этом динамике и за счет легкой подвижной системы в принципе тут не нужен больше магнит и усилитель внутри этой штуки не такой мощный чтобы тут ставить что-то кстати покажу сейчас что еще сделал так проклеился с пленом дети вы готовы так кто заглушил заглушка из канализационной трубы вот сюда вот у меня встанет пищалка я также ее заклею этим шумоизоляцией все за этот закатана с пленом так вот здесь у нас получается усилитель и управление всей всей аудиосистемой вот это у нас блок питания 220 которые заряжают у нас получается аккумулятор и также идет на на блок управления книги ты чё там живешь так ну и вот здесь два динамика теперь будет здесь штатный рупор а тут будет нештатная пищалка и запущу их получается 844 в 4 например все будет играть ну что видим пищалочка у нас на месте вот у нас пищалочка приклеена как тютелька в тютельку стало бы еще такую вторую бы так здесь у нас заглушка стоит и уже стоит один динамик допаял провода потому что что-то уж больно еле-еле короткий сделал ход на скрутке и туда припаял уже все крутилась все огонь все без проблем так я ставлю второй то сюда поставил конденсатор на эту 33 или 2 и 2 не знаю там из комплекта не смотрел короче какой короче какой-то конденсатор специально для пищалок а ну что ж закончена доработки но веса веса колонка кстати забыл сказать что само собой вес добавится колонка стала не знаю для меня незаметно тяжелее стала но скорее всего максимум килограмм лишнего веса потому что лист шумки немного он весит как раз ушел весь лист шумки и почти весь с плена там такой кусочек остался кто не знает с пленом такие большие куски в два слоя там некоторых местах проложил звук более-менее стал я бы еще конечно закатал свой слой 1 2 чтобы прям она такая прям как джибель как как фанерка как дсп лдсп так ну давайте для сравнения включу трек и 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 мы мы и и Ну, лично мое мнение, так я уже послушал ее, качество стало выше, басы стали мощнее, не то что мощнее, вообще вот сейчас призвука вообще никакого не было, ни добежания, ничего, прям на полу чувствуется вибрация небольшая, такого не было, и что в принципе все. Ну, сейчас что-то, кстати, высоких было много, почему-то не знаю почему, но я этот трек не слушал, может он так и есть, сейчас мне показалось много высоких, ну, я близко сидел, плюс слишком громко, ну, короче, что я вам рассказываю, если кто-то захочет сделать, сделайте, сами почувствуете, разница по-любому будет, и по-любому будет в положительную сторону. Затраты ушли 2 тысячи, это полторы тысячи динамики, 500 рублей, кусок вибры 2 миллиметра, и сплен, не помню, 4 или 5 миллиметров, я понял. И эти динамики, которые шли с этой колонкой, я продам, ну, не знаю, ну, минимум за тысячу, минимум за тысячу я продаю, как мид-басы, в принципе, они низкоиграющие, возможно, даже за полторы, выставлю два места в одну тысячу, в другой полторы, если полторы, то стоимость доработки выходит 500 рублей, как-то так. А, ладно, спасибо, что смотрели, всем успехов, всем удачи, всем всего-всего, все ссылки в описании на эту колонку, на ту колонку, на любую колонку, заказывайте, не знаю, в принципе, за свои бабки нормальная тема, и еще бы я аккумулятор увеличил бы, этот бы продал, за сколько там, не знаю, рублей за 500, и за полторашечку бы еще воткнул побольше, который как раз там, прям он просится туда, просится туда побольше, аккумуляторик, чтобы не 10 часиков играла данная колоночка, а часиков 12, 15, 20, 25, всем удачи, все здоровы, будьте здоровы, счастья, любви, здоровья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok